Добрый день, уважаемые слушатели! Мы продолжаем серию лекций, посвященных научно-популярному направлению, в частности, физике. Я расскажу пару слов о себе. Меня зовут Ирина, можно просто Ирина. Я являюсь сотрудником института физики. Собственно, институт физики – это мой альмаматор, это то, где я уже работаю, учусь больше 10 лет, с 2007 года. На данный момент я являюсь доцентом кафедры общей физики, и я сотрудничаю еще с Казанским физико-техническим институтом КФТ им. Завойского. Как я пришла на физфак, пару слов скажу. Очень люблю эту историю. Лень вообще всегда была двигателем прогресса, и меня это тоже коснулось. В далеком 2007 году, когда я поступала на физфак, я руководствовалась исключительно принципом «пойду туда, где меньше народа стоит в очереди». Ну, собственно, так я попала на физфак. Ну, меня вся эта история с наукой как-то затянула, и поэтому я вот до сих пор там кручусь-верчусь. По поводу текущих лекций тоже пару слов скажу. Вообще идея мне показалась очень интересной, очень заманчивой, поскольку, например, когда я поступала на физфак, тогда был физфак, было непонятно, что это такое, что такое физика, и долгое время считалось, что после физфака можно разве что преподавать в школе. Ну, на самом деле, это далеко не так, и мой опыт после окончания университета показал, что на самом деле куча областей, куда выпускники института физики могут пойти работать, в том числе в науку, конечно. Ну вот, сегодня я расскажу про посткремниевую электронику, но начну, наверное, просто с кремниевой электроники, если позволите. Очень кратко тоже скажу, когда я училась в школе, никаких телефонов, никаких компьютеров особо не было. Мой первый смартфон появился, если не ошибаюсь, в классе, это в 10-м, по-моему, это был где-то 2005 год, и до 2005 года я вообще не знала, что такое смартфон, тем более я не знала, что такое процессоры, что они работают почему-то на кремнии, вообще не знала, что такое кремнии. Вот, поэтому я кратко расскажу, что это такое, с чего вообще все началось. Считается, что прародителем, тем, кто инициировал вообще это направление, является Майкл Фарадей. В 1833 году он исследовал вот такое соединение, аргентум-2С, и обнаружил, что у него какая-то аномальная зависимость сопротивления от температуры. Было известно, что у металлов сопротивление падает, сопротивление растет с увеличением температуры у металлов, в то время как он обнаружил абсолютно противоположное явление. Он подумал, что, возможно, что-то не так, и поэтому он продолжил это исследование, еще ряд других веществ обнаружил, таких же, аналогичной зависимостью, и позже эти вещества назвали полупроводниками. Оказалось, что кроме как вот этой зависимости, такой интересной сопротивления от температуры, полупроводники еще отличаются от металлов зоной структуры. Кто не знает, что такое зонная структура, я тоже два слова скажу. Если у нас есть изолированный атом, у него есть только один энергетический какой-то уровень, грубо говоря, у электрона, какой-то один разрешенный, допустим. Если же у нас это кристалл, в котором имеется множество атомов, все эти атомы между собой взаимодействуют, электронные уровни расщепляются, и в итоге мы имеем систему в виде множества зон. Причем у полупроводников и у диэлектриков есть некая область, которую электроны занимать не могут, энергии которых не существует. Так вот, у полупроводников это такая промежуточная позиция между металлами и диэлектриками, у них промежуточные значения шириной запрещенной зоны. После открытия полупроводников это направление очень обширно исследовалось, и так уж случилось, что самым таким популярным и самым известным стал кремний. Существует несколько критериев, почему именно кремниевая электроника. В частности, у него промежуточное значение шириной запрещенной зоны, его много, во-первых, это второй по распространенности элемент у нас на планете. Первый кислород, второй, соответственно, кремний. И имеет он вот такую кристаллическую структуру, это вот такой кубик. Откуда появился кремний? Вообще известен был кремний, точнее не кремний, а кремень, еще в далекие-далекие года, когда древние люди изготавливали наконечники, использовали это соединение, похожее соединение. Ну вот, и только в 811 году в чистом виде кремний был обнаружен, точнее выделен. Ну так вот, с открытием кремния это направление опять-таки продолжило свое исследование, свое развитие, и здесь я расскажу о направлениях, в которых двигалась полупроводниковая и неполупроводниковая электроника. Так, в 1883 году Томас Эдисон, тоже многие, наверное, слышали, он пытался улучшить свойства вакуумных ламп с угольным катодом, и он вывел металлический электрод и обнаружил, что при облучении этого электрода по вакууму течет ток. Казалось бы, какой-то нонсенс, нонсенс, Эдисон подумал, ну что за такое интересное явление, ну возьму-ка я на всякий случай его запатентую. Запатентовал и спустя какое-то время обнаружил, что это термоэлектронная эмиссия, то есть явление, на котором основано очень большое количество устройств. В частности, через несколько лет Джон Флеминг, он, основываясь на этом явлении, на открытии Эдисона, построил первую электронную лампу, и далее, через год уже Лиде Форрес добавил один электрод и сделал уже известный триод. Ну, некоторый вклад, я буду подчеркивать, который сделали наши соотечественники. Ну, так вот, Чернышев предложил в 21-м году метод косвенного накала, и вот это, после вот этих открытий, примерно где-то с 30-х по 50-е годы, ламповые устройства были очень популярны. На них строились компьютеры, первые усилители и так далее. Но было целый ряд недостатков у этих устройств, и потому ученые, исследование ученых было направлено на твердотельное направление, то есть хотели сделать какие-то усилители, генераторы на твердотельных элементах. Ну, тут тоже история пошла в двух направлениях. Всем известно, что существует полевой и биполярный транзистор. Ну, так вот, они пошли по разным путям. Полевой транзистор, его теория была построена примерно где-то в 20-х годах, но никак не получалось создать именно устройство полевого транзистора. И его реализация относится, примерно, к 60-м годам, уже после открытия, после создания биполярного транзистора. Вот. Биполярный транзистор, наоборот же, другим путем шел, экспериментальным путем. Там проще было немножко, и тоже интересная была история открытия. Ряд ученых, в качестве, в частности, Уолтер Брайтон, Джон Берден, они пытались, целенаправленно искали полевой транзистор, пытались его сделать, однако у них никак не получалось. И в один день Джон Берден, а, пардон, Уолтер Брейтон, он случайно перебутал полярности у электродов и случайно обнаружил усиление сигнала. То есть он подумал, как странно, я вроде бы сделал что-то неправильно, а тем не менее получил усиление. И тогда, к нему, когда подключился Джон Берден, они вместе просмотрели, что у них там получилось, и выяснили, что это кардинально новое устройство. И уже через пару лет Уильям Шокли к ним присоединился и создал, написал, предложил теорию биполярного транзистора. Ну, первое время никто не понимал, зачем это вообще надо. Их характеристики были неустойчивые, и по сравнению с тогдашними электронными лампами казалось, что вообще непонятно, зачем это надо. И тем не менее, в том году, в 48-м, на следующий год, то есть это было в декабре 47-го, на следующий год, был собран первый радиоприемник на биполярных транзисторах, а в 56-м году эти три исследователя, Брайтон, Берден и Шокли, получили Нобелевскую премию. Интересно, что Берден получил через несколько лет еще одну Нобелевскую премию уже по сверхпроводимости. Ну, так вот, после того, как биполярный транзистор вошел уже, так сказать, в оборот, появлялись устройства некоторые, через какое-то время были созданы, это уже почти через 10 с лишним лет, МОП-структуры, металлоксидокислополупроводник. И в 90-х годах примерно структуры МОП полностью заместили биполярные транзисторы, устройства на биполярных транзисторов, и современное до сих пор устройство микроэлектроники основано на МОП-структурах. Вот, ну, это история, на которую тоже, наверное, стоит знать. Вот, к чему все это? Несмотря на то, что кремний, казалось бы, очень простой элемент, вся микроэлектроника до сих пор основана на кремнии. Ну, вот, что общего между песком и микроэлектроникой? Да, можно сказать, все, да. До сих пор все. Так, и я тоже пару столов историй, если у меня тут время есть, 10 минут прошло, расскажу, откуда, какие первые устройства были сделаны. Ну, вот, мне всегда было интересно компьютеры, как они развивались, так уж сложилось. И никто, вот для меня было открыто, когда я готовила презентацию, кто изобрел первый компьютер, наверное, мало кто знает, я вот, например, не знала. Оказалось, что немецкий авиаинженер, он работал на авиазаводе, и в один прекрасный день он сказал, что-то мне лень делать расчеты, попробую-ка я дома смастерить на реле, он, в общем, механические реле использовал, и вот такую счетную машину он собрал, которая, более того, он к этой машине написал язык программирования, то есть, кроме того, что он создал первый компьютер, он написал еще и первый язык программирования. Так, ну, во время войны часть его компьютерных наработок была разрушена в результате бомбардировки Берлина, но некоторые наработки до нас дошли, в музеях до сих пор сохранены эти первые компьютеры. Здесь я хочу тоже отметить Алана Тюринга, может быть, тоже многие его знают, это, на самом деле, фигура очень известная, особенно в Англии, это прям такой человек, которого, наверное, знает каждый англичанин, очень популярный, чем в первую очередь он известен? Он создал первые алгоритмы, то есть, ему была предложена, что такое алгоритм, как можно компьютеры построить на алгоритмах, также, чем он в первую очередь известен? Тем, что он работал в группе ученых, которые делали дешифратор. Всем известно, что немцы там передавали сообщения с помощью, так называемой машины Enigma, которая, шифровальная машина Enigma, и Аллен Тюринг возглавлял группу, которая создала дешифратор. Но он дальше продолжил тоже это исследование, там другие дешифраторы, но это самый известный. Так, и здесь тоже хотелось бы ответить современных, ой, пардон, соотечественных наших. Казалось бы, вот это все происходило в Европе, в Америке в основном, но у нас тоже, несмотря на то, что у нас тут было все закрытое, в шифр секретности, первая такая промышленная, ну как промышленная, восемь экземпляров было создано, промышленная, ЭВМ, электронная вычислительная машина, называлась она «Стрела». И вот здесь вот разработчики этой «Стрелы». Вообще «Стрела» — это не единственный компьютер, который у нас разрабатывал, своих было несколько, но «Стрела» считается первым отечественным ЭВМ. Вот, и я тут некоторые характеристики, картинки такие интересные нашла. Вот это ЭВМ, она вот представляла такое, вот это все, это одна машина, там процессор занимал там какую-то площадь, здесь вот у меня тоже можно почитать, сколько она занимала. В общем, это огромные площади, которые выполняли там мизерное количество операций в секунду. Ну, а вот с этого начиналось. И как бы подытоживая вот эту вводную часть, хочется сказать, что мы прошли огромный путь за сто лет. Мы начали с человечества, мы начали с обычных табуляторов. Табулятор, что это такое, могу тоже рассказать интересную историю. Был такой инженер, Хеллерит его звали, это американец, и перед ним стояла задача, он хотел, точнее, тоже упростить, ускорить, тоже лень, здесь была двигателем прогресса в этом случае. Он предложил такую машину, которая подсчитывала количество людей, участвующих в переписи населения Америки в 1896 году. Он прям молодец такой, сделал такую машину, и начальник отдела, который занимался переписью, так ему понравилась эта машина, что даже он отдал свою дочь этому Хеллериту, то есть женились они, в общем. И вот с тех пор, после возникновения, после инициации этого развития, мы прошли путь от табуляторов, и почти мы подобрались уже к производительности, равной производительности человеческого мозга. Ну, пока дошли только. Вот здесь я представила последние данные суперкомпьютеров. Суперкомпьютеры – это большая такая, собранные множество серверов, вычислительных машин, которые между собой тоже взаимодействуют. И вот на сегодняшний день самым производительным суперкомпьютером считает суперкомпьютер, который находится в Японии, и принадлежит совместно Институту Рикену, Рикену, наверное, тоже многие слышали, мы с ним взаимодействуем активно, и совместно с Фуджицу. Фуджицу тоже известная компания. Ну, так вот, этот суперкомпьютер имеет 7,6 миллионов ядер, выполняет вот такое огромное просто невообразимое количество операций в единицу времени. То есть примерно за 100 лет мы прошли путь от вот такого устройства, там никакой логики по сути нет, но вот такая машина была до мощных суперкомпьютеров. Однако на сегодняшний день мы стоим перед так называемой кирпичной стенкой, мы достигли предела, как считается. До сих пор промышленность, развитие промышленности подчинялось и до сих пор пока подчиняется закону, который был создан, который был сформулирован в 65-м году, то есть в середине прошлого века, Гордоном Муром. И, между прочим, человек до сих пор живой, удивительно ему 93 года. Да, и до сих пор пока его закон Мура работает. Но уже на грани, и Гордон Мур тоже уже в возрасте, простите. И если бы, вот мне нравится очень пример, если авиапромышленность в последние 25 лет развелась такими же темпами, как и микроэлектроника, то Boeing 767 стоил бы примерно 500 долларов и совершал бы облез земного шара за 20 минут и затрачу примерно 90 литров топлива, что, как бы, понимается и не так. Вот. Но, на самом деле, как я сказала, мы пришли к так называемой кирпичной стенке, и дальше развитие подошло к своему пределу. Есть несколько причин, почему мы подошли к пределу. Ну, в частности, возникают некие токи-утечки, про которые говорят, говорят про квантово-механическое туннелирование, когда электроны проскакивают, что связано между собой. И я тут расскажу немножко про еще одну глобальную проблему, проблема тепловыделения. Вот пример. В 1982 году, когда число транзисторов примерно было 105 на одном чип, где-то примерно квадратный сантиметр, что соответствовало примерно техпроцессу 1,5 микрона, тактовая частота работы процессора была примерно 110 МГц. И при этом, при такой частоте, микропроцессор выделял примерно 1,5 ватта тепла. Такое тепло легко отвести, включить вентилятор, и, в принципе, чип охладился. Но с развитием технологий частота процессоров возрастала, быстродействие увеличилось, и, например, вот в 2003 году уже было 100 Вт тепла, которое, в принципе, тоже нормально можно отвести. Однако сегодня мы пришли примерно к пределу, к 5-нанометровому техпроцессу и тактовой частоте примерно 5 ГГц. И при этом тепло, которое выделяется, уже невозможно отвести обычными вентиляторами. Приходится ухитряться, ухищения какие-то находить. Откуда берется вот это тепло? Каждый раз, перезаписывая информацию, сбрасывая, переключая, так сказать, транзистор, выделяется некое количество теплоты. Ну, принцип Ландауэра так известный. При перезаписи информации, при стирании выделяется тепло. Ну, и с этим теплом необходимо что-то делать. Его нужно удалять каким-то образом. Так вот, частота переключений растет, плотность транзисторов растет, а размер транзистора остается, размер чипа, пардон, остается прежним. Нужно это тепло отводить. Что делать? Что делается? Так, вот здесь я тоже пример привела, что обычный, ну, такой среднестатистический, не самый быстрый суперкомпьютер по количеству теплота выделяемого равен примерно тысяче работающих электроплит. Как бы представили, сколько это тепла? Очень трудно с этим что-то делать. Что же делают? Современные дата-центры и современные суперкомпьютеры сейчас строятся под землей. И вот последние наработки, дата-центр, по-моему, в Норвегии строится. И они его сделали, во-первых, под землей, где-то там во фьордах, и, точнее, в скалах возле фьорд, и они сделали такое устройство, что вода из фьорда, из холодного источника, циркулирует внутри вот этих помещений, между компьютерами, и таким образом охлаждает их. Ну вот выкрутились, так сказать. Но это тоже пока временное решение, дальше тоже с этим что-то нужно будет делать. Так вот, какие еще есть направления, что с этим делать? Есть такая технология, которая называется Dark Silicon. Я тут пробегусь быстренько по каждой. Dark Silicon – это значит, когда часть процессоров, часть микротранзисторов просто отключены, которые нам не нужны, они просто отключаются, потом включаются другие по очереди. Ну, соответственно, немножко таким образом сбавить количество теплоты, которое нужно отводить. Существуют некоторые радикальные методы охлаждения, когда чипы погружаются в специальные какие-то кондиционеры, охладители и так далее. Тоже известный принцип параллелизации, то есть когда расчеты или какие-то вычисления идут параллельно. Это тоже такие попытки, так сказать, немножко упростить систему, упростить процессы теплоотведения. Также есть такая технология, называется System on a Chip. Это значит, когда некий процесс, который необходимо сделать конкретно, под какую-то задачу, сразу собирается на одном отдельном чипе. Ну, соответственно, круг задач, который решает потом этот чип ограничен. Есть такой подход, как адиабатическая реверсивная логика, суть его в том, чтобы вот это тепло, которое выделяется, как-то рециркулировать, то есть обратно направить на расчеты или на переключение. То есть добавляются некие дополнительные рециркуляторы тепла, и по новое все это прогоняется. Ну, это тоже такой сомнительного действия, сомнительной длительности действия подход. Хотя, в принципе, применим. Так, и есть подход, как сейчас, использование туннельных пылевых транзисторов на эффекте квантово-механического туннелирования, таким образом уменьшая токи утечки. Есть такие, так называемые, наноэлектромеханические роли, которые тоже призваны уменьшить токи утечки. Ну, и также очень популярны сейчас, до сих пор, точнее, последние лет 20, наверное, графеновые структуры, на них тоже пытаются что-то делать. Но, однако, там тоже есть свои проблемы. Но их тоже пытаются преодолеть. Я чуть позже покажу один пример. Вот. Ну, это все было то, что сейчас существует и уже работает активно. Мы все этим пользуемся с вами. Есть альтернативные методы. Ну, сейчас тоже очень популярен квантовый компьютер. Наверное, все об этом слышали. Я не буду рассказывать про принцип действия. Скажу, в чем отличие. Когда мы работаем на обычном, на обычный всем известный нам компьютер, у нас есть токи, которыми мы управляем. У которого, если, соответственно, бит шифруется единица или ноль. Здесь эта ситуация противоположная, ну, точнее, совсем другая. Принцип действия вообще абсолютно другой. Я здесь покажу, какие были устройства построены на последние устройства квантового компьютера. Так вот, в июне 2021 года, в прошлом году, в летом, была опубликована статья, где китайцы построили вот такую вот двумерную структуру. Здесь 6 на 6, по-моему, 6 на 7 ячеек, 56 процессоров, которые, каждый из которых работает параллельно, все это, система организована. И такой чип считается до сих пор самым быстрым квантовым компьютером. Вот. Ну, здесь ряд преимуществ, понятное дело. Если у нас не нужно кодировать информацию только ноль и единицы, у нас нет никаких ограничений. И, соответственно, мы можем хранить и обрабатывать одновременно огромное количество больших данных и обрабатывать информацию с огромной скоростью. Также существует ряд задач, которые обычные компьютеры не могут решать. Ну, например, это какая-то разработка лекарств, кибербезопасность, финансовое моделирование, которые включают в себя огромные масштабы инпут-файлов, обработываемую информацию, которую нужно обработать, соответственно, получить какой-то выход. Вот. Но здесь я тоже пример. Картинка суперкомпьютера, квантового суперкомпьютера. Если здесь было 56, я, по-моему, сказала, кубитов, то здесь 5000 кубитов. Это самый большой квантовый суперкомпьютер, находящийся в Европе, находится в городе Юлих. Это в Германии. Юлих вообще известен своими квантовыми, не только квантовыми, вообще компьютингом. Между прочим, в Юлихе был открыт эффект магнитосопротивления, который мы с вами ежедневно в жестких дисках используем. Вот. Но, несмотря на все преимущества, казалось бы, квантового компьютера, до сих пор есть некоторые ограничения, которым пока человечество не может решить. Дело в том, что создать практически, для практических целей квантовый компьютер достаточно сложно. То есть так, чтобы в каждом доме стоял квантовый компьютер, мы еще очень далеки от этого. Может быть, и никогда не придем к этому. И круг задач, которые мы можем решать на квантовых суперкомпьютерах, на квантовых компьютерах тоже ограничен. То есть просто обычную задачу мы пойти решить на квантовом компьютере не можем. И последнее. Если мы даже какую-то задачу решаем, то проверить этот результат мы практически не можем. То есть нет аналогичного обычного компьютера, на котором бы мы такие задачи могли обработать. Но все это мы можем сделать вывод о том, что квантовые компьютеры – это супер. Какой-то круг задач мы их можем использовать. И в будущем, скорее всего, будет использовать. Но к какому-то промышленному и общедоступному устройству вряд ли мы придем. Альтернативным направлением, которое уже тоже давным-давно исследуется, уже последние лет 20-30, может даже больше, это спинтроника. Тоже, наверное, все слышали про спинтронику. В чем суть спинтроники? Если в электронике у нас передача импульсов и так далее, передача информации происходит с помощью зарядов, то есть протекает заряд, здесь перетекает спин. Что такое спин, если вдруг кто-то не знает? У электрона есть собственный момент вращательный. И этот спин, соответственно, может принимать два состояния – наверх или вниз. Соответственно, мы уже имеем какую-то систему, которую можем кодировать нулем и единицей. Но грех не использовать такую систему в качестве электроники, для электроники. Так вот, спин арбитроника или спинтроника основана на передаче вот этого спинного магнитного момента. В чем преимущество ее по сравнению с обычной электроникой? Во-первых, спин электрона гораздо проще передавать в пространстве, поэтому это требует гораздо меньшей энергии. Соответственно, потери при передаче тоже значительно меньше, чем просто в электронике. И на основе спинтроники что делается? Делается… Я сейчас тоже покажу, что было сделано, уже сделано. Так, вот здесь я представила несколько вариантов транзисторов, спиновых транзисторов. Можно поискать, почитать, как они работают. Тоже очень интересно. Я не буду заострять внимание. И расскажу только здесь про одно устройство, которое тоже недавно, это 19-й год, два года уже прошло этому исследованию. Вообще, в чем проблема спинтроники? Проблема спинтроники в том, что необходимы ферромагнетики. Ферромагнетики – это источники спиновых спинов, ферромагнетики, которые имеют постоянный магнитный момент вне поля. Так вот, обычно ферромагнетики – это металлы, а нам для электроники обычно необходимы полупроводники, чтобы усиливать сигнал, да, или, ну, управлять им. И, соответственно, металлы – это не полупроводники. Поэтому шел активный поиск каких-то альтернативных материалов. Вот были найдены, например, оксид цитана с примесью кобальта, такие многослойные галливые соединения. На некоторых органических соединениях тоже было обнаружено, что они являются и полупроводниками, при этом имеют постоянные магнитные моменты. И даже в пластике было обнаружено такое явление. Ну вот, и последнее исследование на графене. Раз уже графен так популярно говорить, я тоже про него скажу. В этом исследовании, значит, что было сделано? Графен вообще сам по себе является хорошим источником спинов, но поскольку в нем достаточно трудно управлять этими спинами, там спиноорбитальное взаимодействие очень слабое, было предложено сверху положить ванадий С2, по-моему, в соединение вот такое с тяжелыми атомами. И здесь подключили золотые электроды и обнаружили, что там генерируется спиновый ток, который можно управлять. Ну вот такой вот предложили такую модель, однако это пока тоже вряд ли будет реализовано, хотя кто знает. Что уже было реализовано? На основе сметроники были созданы ряд устройств, которые мы все с вами пользуемся. Это так называемая энергонезависимая магнитная память. В 2003 году еще компания Motorola, которая, оказывается, для меня было открытие, разрабатывала не только телефоны, но и занималась устройствами хранения памяти. Они создали вот такую микросхему Magnetic Resistive Random Access Memory, что по-русски значит с произвольным доступом. А вот у меня написано, микросистема магнитнорезистивной памяти произвольного доступа, и, однако, там были ограничены достаточно маленькие объемы памяти, которые можно было хранить. И потому вот еще другая компания, называется EvoSpin, они развивали эту технологию, и было позже создано, это 2010 год, совсем недавно, объем достиг 16 мегабайт, и вот совсем недавно было предложено использовать Spin Transfer Torque, это технология, когда используются спиновые волны, спинтроника как раз, и емкость удалось повысить до 64 мегабайт в 2012 году. И вот последнее, ну, может быть, есть уже что-то поновее, это гигабайтовые чипы хранения памяти. Так, спинтроника полезна еще не только при создании магнитнорезистивной памяти энергонезависимой, но и находит применение при создании нейросетей. Что это такое, наверное, тоже сейчас у всех на языке. Очень модно сейчас говорить про искусственный интеллект, поскольку это направление активно развивается, и чем могут помочь спинтроника здесь. Спинтронные нейромоэффицировые устройства, их идея в том, что и процессоры памяти находятся в одном блоке, и функцию выполняет некое спинтронное устройство, которое называется искусственный нейрон, на основе неких магнитных гидроструктур, и вычисление, и создание нейросетей на таких системах гораздо-гораздо проще, и позволяет создавать, вот уже здесь я тоже примеры вставила, в частности, компания Intel делает такие чипы с искусственным интеллектом, которые там системы распознавания лиц, распознавания звука, и аналогичные изображения. Вот, здесь тоже есть пока некие ограничения, но это направление, которое тоже очень-очень активно развивается и будет развиваться. Ну и одно из таких тоже популярных направлений, когда спинтроника уже подойдет к своему пределу, она уже тоже на границе, есть аналогичное направление, это как бы развитие спинтроники, называется оно магноника. Тут как бы со спином все сложно, а тут еще какой-то магнон. Что это такое магнон? Ну, со спином все понятно, у электрона есть магнитный момент, который вверх или вниз, и если же у нас есть некий какой-то кристалл, допустим, или некое соединение, в котором спины электронов могут прецессировать так, чтобы этот спин распространялся в пространстве. То есть, например, если у нас есть спин вниз, спирм вверх, спирм вниз, если его растянуть в пространстве, то мы получим некую спиновую волну, которая медленно переходит в пространство, распространяется в пространство. Ну, вот это на пальцах, что такое спиновая волна. И вот эта картинка из статьи 17-го, по-моему, года. Было предложено сделать, это было сделано первое устройство на основе передачи спиновых волн в пространстве. Преимущества спиновых магноники по сравнению со спинтроникой, ну, во-первых, передавать информацию спиновым волнам гораздо проще, гораздо быстрее, и потери энергии при этом гораздо-гораздо меньше. Так, и... Так, а, ну, также потери гораздо меньше, и всяких паразитных токов тоже здесь значительно меньше. Ну, считается, что магноника – это будущее современной электроники, современной спинтроники, и альтернативным или таким рядышком соседям – это скермионика. Что такое скермионы, я тоже в двух словах быстренько скажу. Если у нас понятно, что такое спиновая волна, это когда спин, значит, распространяется в пространстве. Если же таких спинов много, это целый ансамбль, и они создают какие-то причудливые структуры, вот такие вот структуры называются скермионы. Теоретически скермионы были предсказаны еще в 62-м году, в середине прошлого века, и применение свое нашли они только вот сейчас, когда мы встали перед вот этой кирпичной стенкой, когда нам нужно искать альтернативные материалы. Ну, так вот, на основе вот таких вот сложных, красивых структур скермионных были созданы такие вот ячейки, называется он «Мешок скермионов». Это такие трехмерные структуры, красивые, создающие такой паттерн. И такие ячейки способны хранить большой объем, достаточно плотный объем информации. Ну, одна из проблем с кирмионикой – это низкая эффективность преобразования электромагнитных сигналов спиной и волны. Быстрое задухание – это то, над чем сейчас ученые работают и пытаются найти решение какое-то. Ну, и, надеюсь, найдут. И хотелось бы сказать, что магноникой у нас в институте тоже занимаются. И в сотрудничестве с МФТИ, вот сегодня была на докладе по магнонике, то есть это прям такой топ-топик, то, чем сейчас ученые занимаются, активно очень занимаются. Так, пожалуй, последнее направление, о котором я сегодня скажу, это такой, так называемый, клеточный автомат на квантовых точках. Это такой алгоритм был известен тоже уже очень давно. При заданиях по программированию часто просят сделать, построить, написать программу по клеточному автомату. Но такой алгоритм можно использовать и в микроэлектронике. В чем суть? Суть в следующем. Предположим, что у нас есть некая ячейка, некая клеточка, допустим, или молекула, или, может быть, кристалл, в который мы можем поместить электрон. Ну, известно, что если мы поместим сюда электрон, два электрона, пардон, если мы поместим два электрона, то они будут занимать противоположное направление, ну, вследствие кулоновского отталкиния. Вот если можно, я тут маленькое видео, если получится показать или не получится. Не получится, да? Тут вообще должно быть видео, ну ладно. Идея в том, что такой клеточный автомат, если мы в ряд расположим множество таких ячеек, то между собой они тоже будут взаимодействовать и, соответственно, выстраиваться согласно вот этому первой ячейке. И... Вы хотите видео включить, да? Если... Ладно, ничего страшного, я так расскажу. Соответственно, если мы сюда поставим какое-то устройство, которое будет управлять вот этой первой ячейкой, то на все вот эти ячейки, которые здесь расположены, вот этот управляющий сигнал в начале, который расположен, будет распространяться. Таким образом, с помощью вот таких вот молекулярных цепочек мы можем передавать сигнал достаточно очень быстро, намного быстрее, чем в современных компьютерах. И есть первые тоже наработки. University of Notre Dame, американский университет, они тоже делают первые логические устройства на таких соединениях и делают даже какие-то там чипы и пытаются делать какие-то расчеты на этих соединениях. Вот. Ну, подводя некий итог, я хотела сказать, что кремниевая электроника — это все прекрасно, благодаря ней мы получили все наши смартфоны, компьютеры и так далее, да? Часы у всех на руках. И вот мне нравится цитата, Чеминга Ху — это изобретатели транзистора полевого транзистора, одной из интерпретаций полевого транзистора. Он сказал, что, ну, наверняка во Вселенной существуют еще какие-то материалы, кроме кремния, которые мы можем использовать для того, чтобы создать микроэлектронные устройства. И еще в прошлом веке мы не знали, что какой-то там кремний, который использовался нашими далекими предками в качестве наконечников, может дать нам компьютеры и так далее, да? И на сегодняшний момент существует жесткая необходимость в дизайне новых материалов, в поиске новых материалов и в последующем синтезе новых материалов. И предполагается, что то следующее поколение, скорее всего, будет, ну и уже множество устройств таких создано, будет двумерных, двумерным будет иметь масштабы, двумерного масштаба, и, скорее всего, это будут какие-то, может быть, гетероструктуры сложные, многокомпонентные системы. Поскольку в однокомпонентных мы не можем найти все интересующие нас явления. Вот, я два слова еще скажу, чем я занимаюсь. И вот, собственно, этим поиском мы занимаемся в нашей лаборатории компьютерного дизайна. У нас целый ряд направлений, в частности, мы занимаемся, это гетероструктурами различными занимаемся, мы занимаемся также вместе с экспериментаторами, соединениями для магноники, в частности, для спинтроники, занимаемся полимерами, занимаемся природными газами, и также есть направление молекулярных переключателей. Вот, если будет интересно, я могу покажу, там, тему обдельно рассказать, еще целую лекцию, но на этом я, наверное, закончу. Если вдруг вопрос есть, я и так уже долго, да? Если будут вопросы, если будут вопросы, я буду отвечать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok